Дали Это также фильм о создании биографии Сальвадора Дали ирландским автором Яном Гибсоном. А вот и сам великий человек. Здравствуйте, сеньор Дали. Как поживаем? Задача биографа — отделить факты от вымыслов, что особенно трудно с таким человеком, как Дали, который любил ошеломлять. Я плохой художник, потому что я слишком умен. А чтобы быть хорошим художником, надо быть чуть-чуть дураком. Если однажды Дали напишет такую же хорошую картину, как Веласки, Свермеер или Рафаэль, на следующей неделе он умрет. Ну так я предпочитаю писать хуже и жить дольше. Слава и позор Сальвадора Дали В начале Второй мировой войны Сальвадор Дали с Галлой перебрались в Нью-Йорк. Они остановились в доме у своей приятельницы, богатой американки Каррес Кросби. Говорит Каррес Кросби, Сальвадор Дали провел около года в моем загородном доме Вирджинии. Там был прекрасный парк с оленями, прилегающий к поместью Хэмптон. А еще, там внизу был пруд, и за ним в конце заросший сад. У Дали возникла замечательная мысль перенести эту красоту на полотно, создать произведение искусства, и мы подняли на дерево рояль. Американцам нравился облик Дали. Его ум, его картины, и все в этом человеке. А он просто любил их доллары. Дали был принят в кругу богатых людей и решил, что самый быстрый способ заработать большие деньги — это писать салонные портреты. Что могло быть более интересным для состоятельных американцев, чем увидеть свои тщательно написанные портреты на приятном сюрреалистическом фоне? Теперь он мечтал покорить Голливуд и познакомился с Альфредом Хичкоком. Это было похоже на игорный дом. Очарованный. Но не было никаких стен, просто множество штор с нарисованными на них глазами. Вокруг ходил человек с огромными ножницами и разрезал шторы пополам. Говорит Альфред Хичкок. Я обратился с просьбой к Дали. Сезрик, продюсер, считал, что Дали был мне нужен для рекламы, но это совсем не так. Мне было нужно то, о чем мы уже говорили ранее. Яркость, живость снов. Как известно, все работы Дали цельные, отчетливые, с очень глубокой перспективой и черными тенями. Я хотел снять сновидение не в студии, а при ярком солнечном свете, так, чтобы операторам для получения четкого изображения мне пришлось, как мы это называли, затемнять линзы диафрагмой. Это было нужно, чтобы избежать клише, когда все сны в фильмах показываются расплывчатыми, что далеко от истины. Дали был тем самым человеком, который мог помочь мне снять сны такими, какими они должны быть. Публично Дали будут помнить за очарованного, а как личность совсем за другое. Говорит Констанс Веб. Джек послал меня на встречу с Сальвадором Дали в гостиницу Беверли-Хиллз. И там я впервые увидела его с этими выпуклыми глазами и усами, которые дрожали, когда он говорил или приходил в возбуждение. Он был безупречно одет в накрахмаленной белой гофрированной рубашке, в то время такие уже никто не носил. Ему понравилось, как я сложена. И он сказал, что у меня лицо ангела, а душа дьявола. И хотя он меня совсем не знал, возможно, он был прав. Сначала меня несколько смущало то, что я редко видела его самого или его лицо. Но время от времени его голова выныривала из-за холста, и я видела один глаз или усы, и при этом я никогда не знала, где она появится. Вверху, в середине или внизу этого огромного полотна. Он делал множество набросков, много рисовал мою голову, а затем какие-то танцующие фигуры, которые, как он сказал, собирался использовать в картине. Я была в нижнем белье, но он постепенно заставил меня снять всю одежду. В последний день нашей совместной работы я пришла туда, как обычно, и, как я уже упоминала, он никоим образом ко мне не приставал. Он был, что называется, идеальным джентльменом. Я привыкла к его особенностям. Он много прыгал босиком по кушеткам и стульям. И однажды, после трудного сеанса, когда я лежала, он сказал, «Давайте отдохнем, а затем продолжим с этого места». И я, лежа на кушетке, прикрыла глаза рукой, поскольку там был очень яркий свет. Неожиданно Дали прыгнул и сел на меня верхом. Его пеннис торчал наружу. Он оказался на моей груди. Он сразу же эякулировал и начал слизывать свою сперму. Я была страшно потрясена. Раньше мне приходилось иметь дело только с миссионерской позицией. Кажется, это так называется. Я даже почти ничего не знала о французской любви. В течение нескольких секунд я лежала неподвижно. Затем выскользнула из-под него, побежала в ванную, вымылась и оделась. А потом произошла странная вещь. Он проводил меня до двери и извинился исключительно за то, что не проник в меня, поскольку он верен Гале. Он употребил именно это слово. Больше я его не видела. Ранее Дали пытался сотрудничать с братьями Марксами, с Уолтом Диснеем, но, к сожалению, оба проекта не были осуществлены. Они с Галой вернулись в Нью-Йорк. Итак, это приятное тихое местечко, тихое местечко на Пятой Авеню. Дали безумно любил Нью-Йорк, в отличие от своего друга поэта Лорки, которого город пугал. Дали здесь нравилось, он решил покорить Нью-Йорк, и я полагаю, он этого достиг. Лорка уехал на Кубу, а Дали остался в Нью-Йорке на 40 лет. Он всегда останавливался в отеле Сен-Реджес, в одном и том же номере. К сожалению, это место изменилось, и нам не разрешили войти внутрь для съемок. Бар Кинг-Коу находится в другой части здания. Он сохранился, хотя и выглядит по-иному. Именно в этом месте обычно собиралась многочисленная свита Дали, его друзья, приклебатели, красивые люди, бизнесмены и проходимцы. Говорят, вы встретились с ним в мужском туалете отеля Сен-Реджес. Это правда? Это ложь. Рейнольдс и Элеонора Морс. Мы встретились с ним вместе, а я там быть не могла. Вы знаете, мы показали ему картину, которую нам продали, и попросили Дали подтвердить ее подлинность. Она ему понравилась, но... А подлинность... Картина была хорошая, только это была не его картина. Коллекция собиралась годами. Когда кто-то продавал картину, я находил ее и покупал. Если вы захвачены магией Дали, заражены его вирусом, отказаться от этого трудно. Когда вы начали покупать его работы? Примерно в 42-м году. Эта коллекция собрана по всему миру. Я связывался, разговаривал, переписывался с людьми, и в конце концов мы приобрели 95 картин Дали. То, что вы сделали, это просто невероятно. Я уверена, что многие из вас удивляются, почему испанец создал музей во Флориде, в США. Это очень просто. Владельцы коллекции читал Морсов. Отмечая первый юбилей своей свадьбы, они решили купить картину Дали. Мы влюбились в эти вещи. Чудесный рисунок, глубокая перспектива, красивые цвета и даже странные идеи. Все было вновь для нас. Нам они понравились, и потому мы решили это купить. Мой отец боялся, что мы сойдем с ума, и говорил, что перестанет поддерживать нас, если мы будем продолжать тратить деньги таким образом. Он видел картину, а в то время она действительно была шокирующей. Длинные ноги, вечерней надежды отца, 40-й год. Что он сказал, когда ее видел? Он ничего не сказал, он потерял дар речи. Призрак Вермеера, который можно использовать в качестве стола. 34-й год. Мы все должны использовать ноги в качестве стола. Однажды мы были здесь, пытаясь найти те места, которые Дали изображал в своих великолепных картинах. Мы обнаружили это место на холме, идущем вверх от порта Льегата, и спросили о нем Дали. Он сказал, да, это было здесь, а потом изобразил для нас, как это было. Вы были на мысе Креус? Он привозил вас сюда? Да, мы были здесь вместе с ним и с Галлой. В тот день, когда мы прогуливались и спускались на пляж, была неприятная погода, и мне там не очень понравилось. Он любил говорить об экзотических вещах и пытался представить нас глупцами, поскольку мы многого не знали. Мы действительно много чего не знали. Нам потребовались годы общения с Дали, чтобы постепенно всему этому научиться. Он дразнил вас? О, да. А как он дразнил вас? Ему нравилось, когда я делал ошибки. Я не знал, как нужно произносить португейс или портуджейс. Это не портуджейс, говорил он, вы же тупийца. Я очень польщен тем, что имею возможность взглянуть на один из ваших дневников. Я в самом деле очень польщен. Не многие видели этот документ. Как-то раз неожиданно Дали стал рассказывать о книгах, которые он прочел. Для вас это действительно был университет? Своего рода университетский курс в тесном контакте с Дали. Так вы сказали, что Дали упоминал о какой-то книге. К моему удивлению, Морс открыл передо мной грандиозный дневник, посвященный Дали. Мечта биографа. Он охватывает десятилетия и полон умных и точных комментариев о жизни Дали. День за днем. Да? Я старался изо всех сил. В нем множество интересных сведений о людях, с которыми Морси встречались во время своих поездок в Кадакес. Капитан Питер Мур, я полагаю? Да. А вот господин Миро и сеньор Марсель Дюшам наслаждаются путешествием. И сеньор Гарсио Лорко. Рад видеть, что Лорко читает о себе хорошую книгу. Капитан Мур начал работать на Дали в 50-м году. Я ни разу не видел Дали за рулем. Он никогда не садился за руль. И госпожа Дали, которая тоже здесь, кажется очень обеспокоенной. Эта голова была сделана для телевизионного ролика, рекламирующего шоколад Ланве. Я безумно люблю шоколад Ланве. Это не похоже на традиционный музей, не так ли? Да, это скорее частная коллекция, предназначенная для заинтересованных людей. Музей был бы чем-то помпезным. Это предприятие капитана Мура и его жены является вещественным доказательством личной пользы, которую удалось извлечь верному слуге Дали. Если я не ошибаюсь, вы впервые встретились с Дали в Риме. Расскажите об этой встрече. Я жил в Риме и работал на джентльмена по имени Александр Кокто. Дали импонировала идея иметь личного адъютанта и нравилось, что вы были военным. Я назывался военным советником. Военный советник. Мы обедали в здании ООН. Я сидел рядом с ним, когда кто-то спросил, кто это. Он сказал, мой военный советник. Его привлекал тот факт, что вы служили в разведке? Я не был в разведке. Я служил в подразделении, занимавшемся психологическими методами ведения войны. Он считал, что ваше знание психологических методов ведения войны защитит его от многочисленных потенциальных врагов. Да, а также приумножит его таланты. Начало цирку Дали было положено, и в качестве первого инспектора манежа выступил Мур. В 60-е годы на арену вышел Энди Уорхоу, который считал Дали великим первопроходцем и культовой личностью. Он признавал его влияние на процесс размывания границ между личностью художника и его работой. Галла контролировала все, связанное с картинами, а Мур отвечал за остальное, от фильмов и рекламных афиш до дизайна ювелирных изделий. Это колье придумал для меня Сальвадор Дали. Оно сделано из зеленых изумрудов и бриллиантов. Дали говорит, что все это снято с неба. Смотрите, завидывайте. Вы получали 10% от всех сделок. 10%. Но я сам оплачивал свои расходы, и у меня не было контракта. Заработали несколько миллионов? 10% от 32 миллионов. Неплохо. Мур подтвердил, что Дали инстинктивно чувствовал связь между искусством и шоу-бизнесом. И это коммерческое развлечение продолжается до сих пор. Вы проработали с Дали 20 лет, вы его прекрасно знали. Что по-вашему руководило этим человеком? Слава. Не деньги. Почему он так отчаянно нуждался в славе? Она открывает для вас все двери, потому что, если вы однажды познали славу, вы становитесь зависимы от нее. Что он ненавидел в людях? Ведь что-то же он ненавидел. Подхалимов? Нет, это он любил. Он любил Подхалимов? Дайте подумать. Безобразных людей. Безобразных людей? Если вы видите слишком много безобразных людей, то рискуете сами стать безобразным, подражая им. Он никогда не считал себя красавцем. Он считал себя интересным. Он носил парики и делал свои усы немного длиннее, отрезая кусочек своих волос и приклеивая их помадой. Он хорошо выглядел, когда был соответствующим образом одет, но никогда не считал себя красивым. По его мнению, он выглядел интересно. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, касается современного искусства. Но я не могу удержаться, а ваша изящная фривольность позволяет мне спросить, как вам удается иметь такие роскошные усы? Мэльклм Магеридж. Как вы обходите с ними ночью, закалываете, делаете что-то еще, или они так и стоят всю ночь? Нет, каждый вечер я их мою, и они становятся мягкими. То есть ночью они полностью отбисают, полностью, а утром снова смотрят вверх. Мне нужно три минуты, чтобы зафиксировать усы. И тогда вы готовы предстать перед миром с великолепными закрученными вверх усами. Да, потому что каждый день добавляет практику к моему вдохновению. Я восхищен, узнав все это. После взрыва первой атомной бомбы в 45-м году творчество и самореклама Дали получили новый толчок, что было результатом влияния ядерной физики, а затем открытия ДНК и происхождения жизни. Галаци-далаци, дезоксирибонуклеоцицит, 1963 год. Я наоборот считаю, современный атомный век очень веселым. Нет ничего более веселого, чем столкновения и взрывы внутри атомных противоречий ядерной физики. Вы считаете, что это существенно оживляет предметы? Для меня нет более высокохудожественной вещи, чем конфликты ядерной энергии между электронами, пеносонами и атомами, которые прыгают и крутятся, создавая абсолютно необычное ощущение ритма. Это новый вид атомного и ядерного мистицизма. Большое вам спасибо. Это замечательная фраза, ядерный мистицизм. Несомненно, как я часто говорил об этом, другие миры существуют в наших. Находятся на земле, а точнее в центре здания, музея Дали, в котором заключен весь неожиданный и галлюцинирующий мир сюрреализма. В 1961 году Дали решил воплотить свои идеи в оригинальном трехмерном пространстве. Под крышей театра «Принципл», в его родном городе, где в юношеские годы Дали состоялась его первая выставка, он начал создавать собственный необычный музей. Сочетание театра и художественной галереи. При этом упор делался на неожиданность и развлекательность. Там даже не должно было быть пояснительных надписей. Для завершения проекта потребовалось 10 лет, и сегодня музей является самым привлекательным местом для туристов. В музее я разговаривал с женщиной, занимавшей второе место по своей значимости в жизни Дали. Нанита Калашников. Не русская, она испанка из Мадрида. Вы помните, как увидели музей в первый раз? Еще бы. Музей очень много для него значил. Каждый день он сообщал, сколько людей посетили музей. 500 или 300, или сколько-то еще. Он очень гордился музеем. Они встретились с Дали в Нью-Йорке в 50-м году и стали друзьями на всю жизнь. Дали называл ее Луи XIV из-за ее королевского происхождения. Он приходил на встречи вовремя? У него никогда не было часов. Никогда. Никогда не было часов? Никогда. Но он ни разу не опоздал, ни на минуту. Никогда. Никогда. Сейчас я сожалею, что ему приходилось так долго ждать меня, поскольку я всегда опаздывала. Но он не возражал, потому что любил. Вы знаете, ему ведь всегда было о чем подумать, и, вероятно, поэтому он любил кого-нибудь ждать. Вы близко знали Дали. Как вам кажется, вы знаете, что двигало им как человеком? Что сделало его Дали? Заставляло его делать вещи, которые он делал, и писать картины, которые он писал? О, да, мы много говорили об этом. Он пытался объяснить мне, а, возможно, самому себе. Пытался понять, почему он стал таким. Рассказывал мне о своем детстве и молодости, которые повлияли на его жизнь. Впрочем, как и у всех нас. Я думаю, что он был очень застенчив и совсем не хотел так себя вести. Он знал, что мне это не очень нравилось, поэтому он часто говорил, я знаю, что не нравился тебе сегодня днем, когда делал то-то и то-то, но я был вынужден, потому что иначе настоящий маленький застенчивый Дали был бы ничем. Это было его прикрытием. Ваша эксцентричность? Вот как? Ну, пардон. Все говорят об эксцентричности. Это в какой-то мере правда. Но я полностью и абсолютно парадоксальный. Парадоксальный человек. Да, это верно, я эксцентричен. Но я индивидуум концентрический. Нанита часто позировала для Дали. Например, она изображена на картине Апофеоз Доллара. Огромное полотно было написано в порт-ягате с помощью шкивов. Это было очень интересно. В полу специально проделали отверстие, и картина опускалась вниз. Я не понимаю, как он смог написать такое полотно, ведь его целиком перед ним никогда не было. Дали работал, глядя на его отдельные части. Полотно на шкивах перемещалось вверх и вниз. Да, вниз, на второй этаж. Поэтому он и не мог видеть его целиком. Мы были просто потрясены, когда в конце концов увидели полностью готовую картину. Дали проводил лето в порт-ягате. Показать вам дверь в библиотеку? Да. Сюда, пожалуйста. Когда мы снимали этот фильм, дом был пуст и закрыт. Карлос Лозанна принадлежал к окружению Дали в 70-м году. Он помнит его в лучшие дни. Через эту калитку можно пройти на пляж. Дали там однажды держал лебедей. На них было очень приятно смотреть. Они прожили недолго, их съели лисы. А здесь Дали вершил суд. Это был трон. Тут деревянная скульптура, а сам он сидел здесь, в центре. Представьте, пожалуйста. Он сидел примерно вот так, глядя прямо перед собой, с палкой вместо скипетра. Глаза его горели. Все старались ему услужить и угодить. В определенный период своей жизни Дали был очень величественным, разговаривал властно. Не просил, а только требовал. Так он был окружен прекрасными людьми? Да, преимущественно гермафродитами, которых он любил больше всего. Дали считал, что они похожи на ангелов, так как не имеют пола. Ангел создания без пола, и ему казалось очень заманчивым окружить себя подобной свитой. Бесполыми созданиями? Вы знаете, я была очень рада, когда он попросил меня позировать для ангела и дракона, потому что обычно я позировала для рисунков и набросков маленького формата, а у него гигантская картина. Причем он хотел, чтобы я была обнаженной и держала руки вот так. Я выяснил, что Аманда Лир сначала выступала под сценическим именем Пики де Осло в Ле Карусель, известном женском клубе Парижа. Эприл Эшли, одна из звезд клуба и первая англичанка, сама объявившая себя транссексуалкой, опубликовала эту фотографию в своей книге. Дали был очарован вами, но его заинтриговал и факт изменения вами Пола. Я полагаю, бессмысленно отрицать это, поскольку есть книга Эприл Эшли. Да, я читала ее книгу и не могу понять, зачем она все это выдумала, говорит Аманда Лир. Случалось, люди подходили ко мне и говорили, вы изменили Пол. Я отвечала, это хороший анекдот, пусть он останется. И, конечно, Сальвадор Дали, который обожал скандалы среди обывателей и любил шокировать людей, ухватился за него и сказал, бесподобно. Вы знаете, ведь он называл Луи 14-м даму, имеющую трех дочерей. Говорил с ней, как с мужчиной, называя он король. А в ней не было и намека на смену Пола, но он снова и снова называл ее он. И всех женщин, включая Галу, он называл он, и Аманда Лир для Дали тоже была он. А люди говорили это из-за того, что она изменила пол, поэтому он называет ее он. Я отвечала, что это не так, просто Дали всех называл он. Ему нравилось мужское тело. Он всегда был окружен красивыми мальчиками и людьми с прекрасными телами, но он любил не мужчин, а женщин. У вас нет сомнений? Нет, никаких сомнений. Он не был гомосексуалистом? Нет, вовсе нет. Нет. Нет, нет. Если бы он был гомосексуалистом, то вступил бы в связь с Гарсио Лоркой, который его обожал и которого он тоже любил. Вы думаете, что он по сути был гомосексуалистом? Я думаю, что по сути да, в интеллектуальном смысле, в абсолютно интеллектуальном смысле. Он предпочитал мужское тело женскому, это факт. Но ему нравились эти маленькие выпуклости вокруг женских грудей. Мы называли их телефонами. О да. Он имел обыкновение говорить, могу я увидеть ваш телефон или могу я позвонить? Когда девушки входили в комнату, он заставлял их раздеться. Причем там был такой красивый свет, который охватывал тело и как бы одевал его. Но при этом вы видели обнаженную грудь и тело. Именно такой он видел грудь. И он любил наблюдать за всем так, чтобы его самого не было видно. Его лучшей картиной является великий мастурбатор, и это то, чего ему действительно хотелось, чем он наслаждался и о чем очень много знал. Никто не мешал ему? Никто не мешал ему, великому мастурбатору. Нанита Калашников и Ксавьер Карбера. Несомненно, можно в подробностях прочитать о его мальчиках и девочках, об оргиях и подобных вещах. Я хочу спросить, а принимала ли Галу участие во всем этом? Нет, нет. Все происходящее было очень невинным, но я думаю, что она была менее невинной, чем далее. Я имею в виду, что все случаи с ней были реальными, а происходившие с нами абсолютно сумасшедшими вымыслами. Но они были совсем неплохими. Вы оба очень раскрепощенные люди, поэтому, может быть, то, что вы думаете... Нет, просто подготовка была намного важнее самого события, и разговоры об этом на следующий день были гораздо... Когда все должно было произойти, было уже так поздно, и все были такими уставшими. Нет, Галла была намного более... более конкретной. Когда Галла кого-то хотела, она действительно его получала? Да. Галле требовалось уединенное место для забав с бесконечным потоком молодых любовников. Дали решил восстановить для нее разрушенный замок в деревушке Пюбал, примерно в 50 милях от порта Вьегата. Здесь Галла царствовала в течение нескольких лет. Рассказывают, что Дали разрешалось приходить только если у него было ее письменное разрешение. Только с письменным разрешением. От вашей жены? И с каждым днем Дали становится все большим мазохистом, и ему все больше нравится его положение. Он говорил мне, что единственной женщиной, которую он имел, была Галла, его жена. Я сказала, тогда вы знаете, что это такое? А он ответил, нет, это совсем не так, как вы думаете, это совсем по-другому. Я спросила, почему? Что в этом такого особенного? И он объяснил, нет, вы не поймете, с Галлой это что-то совсем другое. Она единственная женщина, с которой я занимался сексом, настоящим сексом. Он сказал это в прошедшем времени? Да, и это так, никого больше. Он был не очень уравновешенным человеком и часто говорил, у меня внутри есть термостат, который позволяет мне всегда быть в хорошем настроении. Но я видел его и в плохом состоянии духа, охваченного страхом и беспокойством. Видела все эти колебания настроения, свойственные творческой личности. Все, что он делал, было направлено на то, чтобы упражняться в безумии. Он играл сумасшедшего для того, чтобы упражняться в безумии. И смотрел на его огромные когти, загнутые, три тысячи лет. Три тысячи лет? Пошли, пора на заседание. Суд, конечно, был воображаемым, изобретенным для его собственного удовольствия. Мы все время назначали новое заседание. Когда Питер Мур решил покинуть Дали, его место занял Энрике Себетер, молодой, весьма честолюбивый каталонский фотограф, футболист, журналист, пилот и бизнесмен, который начал снимать Дали в 60-м году. Мне, наконец, удалось застать его на одной из роскошных собственных вилл. Себетер является наиболее противоречивой фигурой в истории последних лет Сальвадора Дали. Вам известно больше, чем мне. Вы знаете, меня интересует правда. Но все биографы очень опасные люди. Вы боитесь? Нет, не боюсь. Боитесь, что я могу очернить ваше имя? Некоторые люди считают вас чудовищем. Синьор Себетер, некоторые люди думают, что вы чудовище и на самом деле не любили Дали. Это забавно. Энрике Себетер. Слышу это впервые. Это забавно, что они так говорят. Я думаю, у меня всегда были основания испытывать господину Дали гораздо больше уважения, чем у других людей. У каких? Какие люди? Имена? Многие. Имен так много, что это интервью никогда не завершится. Мне кажется, вы собирались сказать, что оно уже окончено. Ваш преемник, как считала Галла, был красивее вас. О, нет. Она говорила, что он был умнее, моложе и красивее. Именно в таком порядке? В таком порядке. Поэтому я сказал, послушайте, в любом случае я должен покинуть вас, поскольку мне предстоит операция. И после этого я распрощался с ними. Он брал меньший процент? Да, он брал половину. Но в целом им все обходилось в 10 раз дороже. Петер Мур утверждает, что он брал комиссионные в размере 10%. Вы делали ту же работу за 5%? Кто это говорит? Петер Мур. Он ничего обо мне не знает. В своих интервью вы часто упоминали, что у Дали было 32 миллиона, когда вы ушли от него, и ничего, когда он умер. Когда он умер, у него были деньги. Кто-то же позаботился о нем. Как биограф, я часто слышу бесконечное обвинение в равнодушии супругов Дали к этическим соображениям. Вы быстро заработали много денег для Дали и для себя? Да, конечно, конечно. По этой причине люди и считают меня чудовищем. Итак, вы получали по меньшей мере 10% комиссионных. Больше, поскольку господин Мур занимался только контрактами на гравюры, графические работы и телевизионные шоу, но и не имел отношения к картинам, написанным Маслом и всему остальному. Я могу только утверждать, что он был богат, когда я покидал его, и беден, когда его хоронили. Это я могу утверждать. Мне предстоит провести исследование. Для его продолжения я отправился на окраину Нью-Йорка. Доброе утро, мистер Филд? Да. Здравствуйте, я Ян Гибсон. Хорошо, входите. Рад встретиться с вами. Вот он, мир Дали. Я впервые встретился с Альбертом Филдом, который стал добровольно собирать архив работ Дали еще в 40-м году. Бог мой, я заметил что-то фантастическое. Эту картину он написал, когда ему было 10 лет. Он сам рассказал мне. Уже тогда он был художником. Вы видите, как все сбалансировано. А в углу даже есть маленькая птичка. Вот здесь комната Дали. Святая святых. Давайте посмотрим. Немыслимо. Здесь, на окраине Нью-Йорка, есть все издания, книги, которые я искал и не мог найти. В течение 40 лет Филд собирал графические работы Дали и создавал каталог. Кропотливая работа, выполняемая с фанатической энергией, которую он посвятил всю жизнь. Что это? Ваши списки? Это список иллюстраций в моем каталоге. Вот. Шириной в три колонки. А это Библия. Пять томов такого размера, содержащие 104 иллюстрации Дали. Создание картин и рисунков, творчество было его жизнью. Именно это ему хотелось делать все время. И он не был жаден до денег, как говорят люди. Галла была. Он просто радовался от того, что люди готовы платить ему за то, что он хочет делать, и что он все равно бы делал. Вы говорили в основном по-английски. Сначала преимущественно по-французски, поскольку в то время его английский был намного хуже. А в присутствии журналистов он всегда становился еще хуже. Что здесь написано? Он все еще неправильно пишет ваше имя. Он так и не усвоил моего имени. А когда узнал, что на конце буквы «Д», то такое написание «Ф-И-Л-Д» было для него вполне логичным. Это подделка. А это подлинник. Как Дали относился к подделкам, о которых знал? Он говорил с вами об этом? Вы имеете в виду подделки литографий? Да. Он считал, что это шутка, и как-то сказал, что подделки свидетельствуют о его знаменитости. Конечно, серьезно он так не думал. В действительности его очень раздражали подделки литографий. Он даже сделал два публичных заявления, призывая проявлять особую внимательность, чтобы отличить подделку от подлинника. Мне приходится заниматься этим больше, чем кому-либо. Я много знаю о литографиях Дали и о всех ухищрениях, которые используются в подделках. Поскольку по натуре я подозрительный человек, и не верю тому, что мне говорят. Дали некоторым образом сам был своим врагом. Он подписывал тысячи пустых литографических листов, и тем самым поощрял создание всевозможных подделок, которые сейчас стали наводнять рынок. Правду говорят только дураки. Только кто? Дураки. Глупые люди. Только глупые люди говорят правду. Я очень умный и никогда не говорю правду. Это правда, будто вы считаете, что ложь во многом ближе к правде, чем сама правда. Ложь во много раз может быть ближе к правде, если правду преподносит вам патрон иезуитов. Я, простите, не понял, что вы сказали. Через 10 минут Дали ушел. Сальвадор Дали величайший художник, но в течение многих лет мы пытались понять, не разыгрывал ли он нас. Дэвид Клайнс, Нью-Йорк. Пока я играю роль служанки. Что, простите? Нельзя ли мне другую роль? Нет, нет, об этом не может быть и речи. Но я имею в виду другую роль? Хорошо, хорошо, хорошо. Меня не очень интересовал Дали. Поскольку среди моих друзей в мире изобразительного искусства он был известен как своего рода продажный, коммерческий гений, который эксплуатировал свои способности в основном для того, чтобы выгодно продать себя на рынке. Это меня не интересовало. Говорит Майкл Стаут. Я как-то пришел на прием с коктейлем, и его так впечатлила встреча со мной. У него просто глаза вылезли из орбиты, что, впрочем, с ним часто случалось. Потом я узнал от Галлы. Он был потрясен тем, что я в возрасте 32 лет очень напоминал его отца. Майкл Стаут, компетентный, симпатичный специалист по авторскому праву, был нужен супругам Дали по другой причине. Ими заинтересовались налоговые органы США. В начале 76-го года они получили уведомление Службы контроля за доходами о том, что начато уголовное расследование по вопросу уплаты ими налогов. Это было очень серьезно. Я Сальвадор Дали. Я несметно богат. Сальвадор Дали безумно любит деньги, и особенно золото. Деньги были просто смазкой, позволяющей вращаться к колесу их жизни. Речь шла не о накоплении денег или использовании их как рычага власти. Их не интересовали разумные советы такого рода. Я как раз хотел спросить, а они вкладывали деньги? Дело в том, что Галла принадлежала к типу людей, которые прячут деньги под матрас, хранят в сейфе или в банке. Супруги Дали были убеждены, что получать деньги по чеку на 5000 долларов нужно в банке лично. Даже если для этого потребуется потратить 6000 долларов на авиабилет, чтобы туда добраться. Своей публичной поддержкой генерала Франко Дали нанес политическое оскорбление многим людям. Франко на сегодняшний день единственный умный человек в политике. Но он, например, не решил острейшей проблемы нищеты в Испании. Ну, не все же делается в один день. Лично я ни одной секунды не сомневаюсь в абсолютно разумных действиях генерала Франко, цель которых — благополучие страны. Но вскоре поддержка Франко обернулась неприятностями. В 1975 году стареющий генерал казнил пятерых так называемых террористов, трое из которых были басками. Дали считал, что генерал поступил правильно и должен был казнить еще нескольких. Газеты это подхватили. И Дали вдруг испугался. Затем ему стали угрожать смертью. В его окна люди бросали камни. И тогда Дали решил, что единственным выходом является отъезд. И впервые в жизни ступил на борт самолета. Говорит Аманда Лир. Мы прилетели в Женеву, и там на улице он споткнулся и упал. И это было очень симптоматично, поскольку Дали никогда не падал. Я смотрела, как он поднимается, и он вдруг стал выглядеть таким трогательным, неловким и старым, что я сказала, нет, что-то меняется. Я видел, что-то меняется. И это было началом конца. Вы знаете, после проблем Саботера с налогами и всех этих махинаций, о которых я почти ничего не знаю, Дали стал совсем другим. Бог-свидетель Саботер носил оружие. Рядом с супругами Дали никогда не было людей с оружием. И это создавало атмосферу страха. Они запугали его. Дали не чувствовал себя в безопасности. А это было легко сделать, поскольку он по своей природе был человеком очень иронимым. Они воспользовались его мнительностью. Да, да. Оружие это была не моя идея. Оружие они получили от правительства. Более того, это было по просьбе самого господина Дали. Вы знаете, ему вдруг пришло в голову, что он такой важный человек, что весь мир охотится за ним. Своего рода паранойя. Тогда Саботер, чтобы подбодрить его, сказал, не беспокойтесь, у меня есть оружие, я смогу защитить вас. Но ничего не могло спасти Дали от постоянного чувства страха. Его здоровье ухудшалось, и в январе 80-го года Галла и больной Дали вернулись из США в Испанию. Я был в музее-театре в октябре 80-го года, где Дали разыграл трогательную сцену возвращения. Я спросил его об отношениях с Лоркой и услышал в ответ, старый огонь погас. И мне, и всем окружающим стало ясно, что жить ему осталось недолго. Мы не знали, что делать. Мы понимали, что что-то не так. И Галла была в растерянности. Мы сидели в приемной у врача, и я не знаю, как вам объяснить. В общем, мы... Мы сидели и плакали. Я обнял ее. Рядом в кровати был больной Дали, и мы, наконец, перевезли его в больницу из Кадакеса. Он был очень болен, а мы ничем не могли ему помочь. Нам оставалось только сидеть и плакать. Вы действительно привязались к нему? Вы много лет близко знали его и полюбили. Мы с Галлой просто сидели там и плакали, а Дали лежал в кровати, и это было ужасное испытание. Она плакала, Рейн пытался ее успокоить, и все это было очень грустно. Я думаю, что он действительно был в душе религиозным. Вы знаете, к концу жизни он стал беспокоиться. Он хотел обрести истинную веру, но ему никак не удавалось. И от всего этого он ужасно страдал. А у меня ощущение, что китчевая религиозность Дали связана со стремлением примириться с католической Испанией Франко. Вы верите в Бога? Я верю в Бога, но у меня нет веры. Математика и наука неоспоримо доказали возможность существования Бога. Но я не верю. Это ужасно. Я подхожу все ближе, но все еще не верю. Вы хотели бы обрести веру? Конечно, все бы разрешилось. И прежде всего проблема смерти. Мысль о смерти заставляет меня содрогаться. После смерти Галлы в 1982 году Дали стал как брошенный ребенок. По пути в Пюбл я не мог не думать о последнем путешествии Галлы, которая умерла в порт Льегате и нелегально была перевезена в Пюбл, поскольку она всегда говорила, что хочет там умереть и быть похороненной тоже непременно там. Когда она умерла в 1982 году, ее завернули в одеяло и на заднем сидении Кадиллака, верный слуга Дали Артур Каменада вез ее 80 километров в деревушку Пюбл. Это было ее последнее путешествие в машине. Завернутое в одеяло, мертвое, и при том все делалось незаконно, потому что они не имели на это права. Я представил, как Кадиллак въезжает под эту арку с Галлой, завернутой в одеяло на заднем сидении. Действительно жутко. После смерти Галлы Дали поселился в ее замке и покинул его только однажды, когда был пожар, но так никогда и не вернулся в порт Льегат. После того, как Дали остался один в замке Пюбл, с ним стало происходить что-то очень странное. Это началось за несколько месяцев до смерти Галлы. Он ненавидел себя самого. Я никогда не могла вообразить, что Дали так кончат. Он говорил окружающим, дайте мне ружье, я хочу застрелиться, я хочу сбрить усы, я больше не хочу быть Дали, я не хочу рисовать. Он словно отвергал все, что создал. Он хотел, чтобы его оставили одного. Все его друзья, Калашников и другие, звонили и говорили, Дали, мы знаем, что сейчас вам нужны, вам нужны ваши друзья. Нет, оставьте меня одного, оставьте меня одного. Он даже не разговаривал ни с кем по телефону. Многие его друзья очень огорчались и пытались убедить его. Мы ваши друзья, мы вам нужны. Вы были так щедры к нам, так добры. А он отвечал, нет, нет и нет. И постепенно его окружение стало строить вокруг него стену. После операции в связи с ожогами, Дали поселился в башне своего музея в Фигересе. Он не вернулся в Порт-Льегат и до сих пор ходят слухи о том, что произошло с его вещами, оставшимися в доме. Говорит Рафаэл Сантос-Таройло. Дали больше не возвращался в свой дом, вы его больше не видели? Нет, никогда. А что случилось с его бумагами и книгами? Мы не знаем. Но они исчезли. Никто не знает, где они? Нет, никто. Вам нужно спросить об этом у его последнего секретаря. Он провел там целое лето со своей семьей. Его-то здесь все видели, а служащий гостиницы говорит, что видел, как он каждую неделю выходил из дома с портфелем, садился в машину и куда-то уезжал. Служащий как-то спросил его, что вы делаете? А тот ответил, забираю все в Париж для того, чтобы сфотографировать. Сеньор Дали дал мне разрешение на это. Я сказал служащему гостинице, следовало спросить, чем парижское освещение лучше для фотографий, чем здесь, наше. Роберт Дейшан, французский фотограф, ставший последним секретарем Дали. В Испании слывет очень противоречивой фигурой. Автор нескольких богато иллюстрированных книг о Далии. Он отказался помочь мне при написании биографии и не захотел участвовать в съемках этого фильма. Испанские новости. С течением лет состояние Далии ухудшалось. В 1986 году его подпись появилась на одном важном документе, согласно которому все права на его работу передавались его сотруднику Роберту Дейшану. Правительство Испании того времени ратифицировало контракт, передав компании Демо, основанной Дейшаном, права на работу Далии сроком на 20 лет. Многие друзья Далии сожалеют об этом до сих пор. Я думаю, что подпись подлинная, потому что она сделана трясущейся рукой. И люди обычно не ставят таких подписей. Но знал ли Далии, что он подписывает? Дейшан помогал ему, когда тот был очень болен. Причем его здоровье ухудшалось, и в таком состоянии он мог подписать практически все, что угодно. Я не знаю, осознавал ли это Далии или нет, и нет никакого шанса узнать. Я не собираюсь вам ничего говорить. С последним завещанием Далии связано столько противоречий. О каком завещании вы говорите? Но я говорю вам, Энрике Саботер помогал в подготовке более раннего завещания. Супруги Далии в течение семи месяцев, каждый день, работали со мной над своими замечаниями. Поскольку хотели сами составить свое последнее и окончательное завещание. Что было в их завещаниях, подготовленных в то время? В подготовленном за эти семь месяцев к подписанию? Да. Все должно было перейти Испании, через музей-театр в Фигересе. И больше ничего. Все, чем я владею или буду владеть, я оставляю Испанскому государству. В заявлениях Далии никогда не было всей правды. В действительности, в более раннем завещании, права делились между Каталонией и остальной Испанией. Далии умер в 89-м году. Далии просил, чтобы его лицо после смерти было прикрыто, но его воля не была выполнена. В последний момент, перед привинчиванием крышки к гробу, его самый верный слуга Артур Каменада, рыдая, закрыл его лицо платком. Самое ужасное, что Артур Каменада по завещанию Дали не получал ни песеты, и его сердце было разбито. Как биограф, раздумывая над человеческой жизнью, я задаюсь вопросом, а когда-нибудь имели ценность для Дали преданность, любовь, нежность? Здесь, в Фюболе, были подготовлены две могилы для Галлы и Дали. Споры были даже относительно того, где они хотели быть похоронены. Дали хотел, чтобы в его могиле, со стороны, где будет лежать Галла, оставили отверстие, и они после его смерти смогли бы держаться за руки. Говорит мэр Фюбола Бенджами Артигас. Вы уверены, что Дали хотел быть похороненным рядом с Галлой? Да, да. Дали подписал документ о предоставлении разрешения построить склеп для него и Галлы, с тем, чтобы они навечно остались вместе. Но за несколько часов до смерти Дали мэр Фегераса сделал сенсационное заявление. Он утверждал, что Дали якобы сказал ему месяц назад, что хочет быть похоронен в музее. Конечно, он бы жалел, что не может быть похоронен с Галлой, но я уверена, что он хотел остаться в музее. Самое лучшее для такого художника умереть в музее и остаться в той же комнате, чтобы видеть всех приходящих и уходящих людей. Я уверена, что это то место, где он хотел быть похоронен. По иронии судьбы, после всех противоречий, связанных с его погребением, Дали похоронен в этом театре. И посетители даже не знают, что он лежит под этой плитой. Они стоят, ходят вокруг и не знают, что останки Дали находятся под плитой. Это его склеп. Давайте туда пройдем. Вы выходите из туалета и попадаете в этот маленький склеп, окруженный безвкусными вещами последними работами Дали. А вот плита, закрывающая гробницу великого человека, на которую едва ли обратят больше внимания, чем на плиту наверху. Титул маркиза дан ему королем Испании Хуаном Карлосом. Здесь лежит человек, который всю жизнь боялся смерти. Гений никогда не должен умирать. От нас зависит прогресс человечества. Да здравствует король. Да здравствует Испания. Да здравствует Каталония. Композитор Дерек Лидер. Редактор субтитров А.Семкин